Всем привет! Когда вы видите на улице фотолюбителя, который снимает на плёнку, в половине случаев у него в руках вы обнаружите, скорее всего, какой-либо Zenith, либо FED, либо какую-нибудь смену, либо что-то ещё советское. Остальные 50% распределятся на старые туши Canon, Nikon, Contax, не знаю, Яшика, что угодно. В общем, так или иначе, этот фотоаппарат, скорее всего, будет старше его владельца. И почему-то очень часто фотолюбители, мы не говорим про сенал, говорим о фотолюбителях, очень часто обходят стороной относительно современные туши Nikon в серию F и серию EOS у Canon. И сегодня я хочу рассказать вам массу причин, по которым стоит попробовать поснимать на относительно современную тушу Canon. Сегодня у нас в обзоре Canon EOS 3000N с мануальной советской оптикой через переходник. Поехали! Я думаю, стоит начать с объяснения, почему на моём Canon сейчас мануальная советская оптика Helios 44, самая обычная. Потому что у меня нет каноновской оптики с байонетом EF. Я не снимаю на цифру, у меня нет EOS души цифровой, современной кэноновской. И у меня нет лишних денег, чтобы ради одной этой души покупать полнокадровую оптику с байонетом EF. Насколько вы знаете, она не самая дешёвая, она стоит всё-таки ощутимо достаточно денег. И с другой стороны, у меня есть старая советская мануальная оптика, которую через переходник можно прикрутить сюда. Почему бы и нет? Если вы уже являетесь владельцем системы каноновской EOS с байонетом EF, у вас есть парк оптики, причём именно полнокадровой, то для вас самое логичное, самое правильное решение с любой точки зрения, и с финансовой, и с практической, будет попробовать себя в плёнке именно на EOS туши, только плёночной. Давайте рассмотрим этот аппарат поближе. Те, кто уже снимали на цифровые туши Canon EOS, для тех ничего не будет нового. В принципе, все те же привычные органы управления, те же режимы, тот же индикатор, кристаллический, как был на старых тушах, привычные органы управления. В принципе, ничего нового, ничего необычного. Так как все эти органы управления перекочевали именно с этих туш на уже современные цифровые, поэтому всё это логично. Я обещал вам рассказать о массе плюсов, так как их будет масса, о минусах тоже стоит сказать. Поэтому давайте начнём с минусов, а потом перейдём уже к позитивным моментам. Итак, минусов, пожалуй, всего я могу назвать только два. Первое. Это цена на родную Canon оптику с байонетом EF, причём оптика сюда подойдёт только полнокадровая, потому что, как вы понимаете, здесь плёнка. Плёнка имеет, по сути, полный кадр, тут никакого кропа нету, поэтому нужна полнокадровая оптика, которая стоит, вы сами знаете, сколько. Вы говорите, об этом не стоит. Это первый минус. И второй минус, возможно, это уже надёжность корпуса. Эта туша достаточно дешёвая, это не топовая зеркалка плёночная. Она сделана из пластика. Пластик, не могу сказать, что он плохого качества, но если её хорошенько приложить об асфальт, скорее всего, она расколется. Но, тем не менее, он достаточно надёжен, на самом деле. У меня с ним никаких проблем пока не возникало, хотя его роняли, и в том числе на асфальт. Вроде бы всё окей. Давайте расскажу об основных его характеристиках, которых стоит знать. Это плёночная зеркалка, как вы уже поняли, с байонетом EF, к которому подходят только полнокадровые объективы. Или через переходник всё, что угодно, лишь бы подходил рабочий отрезок. Диапазон выдержек от 30 секунд до 1.2000. И в том числе режим BULB, то есть бесконечная выдержка, пока вы держите кнопку или специальным пультом. Здесь есть три режима замера экспозиции. Это оценочный режим по нескольким зонам, частичный замер по центральной части в основном и центрально взвешенный интегральный замер. Насколько я смог понять из документации здесь, там явно просто это не указано, но здесь, судя по всему, только три точки фокусировки, расположенных на горизонтальной линии по центру кадра. Но если вы снимаете на мануальную оптику, как я, то для вас это вообще не имеет никакого значения. Здесь есть все те же привычные режимы, которые вы можете встретить на цифровых зеркалках современных. Это полностью ручной, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный режим и ряд уже творческих и сюжетных автоматических режимов, типа макроспорт, ночь, пейзаж и прочее. Но реально, кто ими пользуется? Еще из дополнительных функций вы можете выбирать точки фокусировки. Если вам это необходимо, вы можете здесь сделать мультиэкспозицию, причем выбирать количество экспозиций можно от, естественно, одного до достаточно много. Я даже предел не проверял, если честно. Есть автоматический брикейтинг, причем вы можете выбирать разбег по стопам между вашими снимками. Он делает три снимка. Естественно, есть блокировка экспозиции. Естественно, есть поправка экспозиции. Есть подавление у красных глаз, отключение звука, включение звука. Естественно, есть какая-никакая, но все-таки вспышка. Есть автотаймер. Есть возможность ручной установки чувствительности пленки, несмотря на то, что здесь есть контакты для считывания DX кодов. То есть, если вам нужно пропушить пленку или вы вообще зарядили что-то там без опознавательных знаков, без DX кодов, то здесь мучиться не надо, как на каких-то мыльницах и переделать DX коды. Вы можете просто вручную установить ISO, необходимый вам. Причем его можно менять в процессе съемки, как вам понадобится. Прямо посреди пленки меняете ISO и камера автоматика перенастраивается. Очень круто. Чего здесь нет, так это подстройки диоптрии для видоискателя. У меня не стопроцентное зрение, поэтому для меня это было крайне важно. К сожалению, в этой туши этой возможности нет, так как она достаточно бюджетная и не является ни в коем образом даже полупрофессиональной. Также здесь не меняются фокусировочные столики. Фокусировочный столик здесь самое простое стекло. Ничего там, никаких не клинив до Дэна, никакого микрорастра, вообще ничего этого нет. Поэтому мне приходится немножко туго, когда я снимаю на эту тушу, мне приходится использовать очки или линзы для того, чтобы точно навестись. Ну или немножко прикрывать диафрагму, чтобы свести на нет небольшую ошибку по фокусировке. Теперь давайте поговорим о массе просто позитивных моментов. Это не самые старые камеры, они выпущены после 2000 года и достаточно хорошо сохранились. Пользовались ими, как правило, недолго, потому что в скором времени им на смену пришли уже цифровые зеркалки, цифровые мыльницы и все в скором времени перепрыгнули на них и про эти камеры забыли. Поэтому, как правило, пробег у них небольшой. Но нельзя этого сказать про топовые пленочные зеркалки типа Canon 1N, Canon 5 и прочие, да, то есть высокого ранга зеркалки. Они, конечно, долго были в ходу и ими пользуются до сих пор прокаченные ребята, кто снимает на пленку. Но должен сказать, что несмотря на то, что это бюджетная модель, она обладает всеми возможностями, которые вам вообще могут понадобиться. То есть ее возможности для меня даже излишни. Я не пользуюсь всеми ее функциями, которые она мне предоставляет. Но те, которые она предоставляет, она предоставляет на высоком уровне. Она очень надежна, она не тупит, не глючит. И об этом мы сейчас поговорим чуть подробнее. И первый же позитивный момент. Это финансовый вопрос. Начнем с того, что эта туша может вам достаться за 1000-1500 рублей в очень хорошем состоянии. Далее, у вас два варианта. Либо вы прикручиваете через переходники какую-то вашу старую мануальную оптику пленочную, либо вы подключаете сюда ваши современные полнокадровые объективы Canon EOS. Тут уже по возможностям и по финансам, да и по вкусу. Допустим, вы прикручиваете сюда, как я, гель, с которым он достался бесплатно или за шоколадку, или за 1000 максимум рублей, если он в очень хорошем состоянии. И все, что вам нужно, это переходник. И тут первый момент, который вам стоит знать заранее. Переходники эти есть двух видов. Дешевые и дорогие. У меня самый дешевый переходник, это просто кусочек железа, который позволяет прикрутить это к этому. Вот и все. Просто для совмещения байонетов. Есть подороже переходники, которые уже с чипом. У них здесь есть контактная группа с микросхемой, точно такая же, как на объективах Canon с байонетом EF или EFS. Эта контактная группа, которая здесь будет находиться, прикладывается к этим контактам. Для чего это нужно? В этот чип можно запрограммировать светосилу объектива, его фокусное расстояние. Но эти функции пригодятся вам, скорее всего, только на цифровых тушах, а не на плёночных, для того, чтобы эта информация попала в EXIF информацию каждой фотографии. Для плёночной туши это нисколько не актуально. Но самое главное, ради чего используется чип, это подтверждение фокусировки. То есть здесь мануальная оптика, нет автофокуса. Здесь фокусировочный столик без каких-либо инструментов для наведения на резкость. И если у вас не натренирован глаз, для вас это будет несколько трудновато в первое время, пока вы не набьёте глаз и руку. А подтверждение фокусировки позволит вам, точнее, камера своими средствами встроенными будет определять, смогли вы навестись на резкость или нет. Она будет издавать, по-моему, в данном случае писк, насколько мне известно, в данной туши. Или какой-то будет значок загораться в видоискатель. Не суть важна. В общем, ради подтверждения фокусировки этот чип можно взять. Но если этот кусочек металла, этот переходник мне достался за 70 рублей, то с чипом в Китае можно, наверное, найти рублей за 500-600 приблизительно. То есть там уже речь идёт о около 1000 рублей. А если покупать в России, то там действительно около 1000 уже. У меня глаз и руки уже более-менее набиты на мануальной оптике. Даже уже без клиньев до Дэна. То, в принципе, я справляюсь без, и мне этот чип, в принципе, не нужен. И там есть вторая ещё тонкость. Я приложу пару ссылок на эту тему. Если вы вдруг соберётесь приобрести тушу серии EOS и переходник с чипом, то обязательно проверьте их совместимость. Есть несколько, буквально несколько моделей фотоаппаратов этих туш, у которых немножко отличается вот эта оправа. Там есть лишние болтики или какие-то шильдики, которые не позволяют вклинить туда этот переходник. Он туда не заходит. И там нужно кое-что подпиливать, кое-что подклеивать. В общем, потанцевать с бубном ещё придётся. Иногда ещё бывает, что дешёвые переходники с чипом, как китайцы, клеят этот чип в контактную группу немножко не в том месте. И контакты друг на друга не совпадают. Поэтому иногда приходится их отклеивать, переклеивать заново и прочее. В общем, вы убираете переходник с чипом или нет, сугубо ваше решение. Но лично я решил, что я могу обойтись и без чипа. И мне это достаточно комфортно с этим работать. Далее, позитивные моменты. Здесь очень точный экспонометр. Она очень точно замеряет свет. Ну, надо полагать, эта камера относительно современная. Экспонометр здесь намного точнее, чем в Canon E1, который у меня есть. Он позволяет регулировать экспозицию с шагом 1 третья стопа. То есть, если Canon E1 мыслит примерно целыми стопами или хотя бы половинками, то здесь экспонометры и автоматика мыслят уже примерно 1 третьей стопа. То есть, замер здесь намного точнее. Автоматика отрабатывает точнее. Вы можете смело возразить, какая автоматика, когда у тебя мануальная оптика. Если у вас кэноновская оптика родная Bionet EF, то вам доступны абсолютно все режимы, которые здесь есть. Доступны абсолютно все возможности этой камеры. Если вы используете мануальную оптику, как я, через какой-либо переходник, то все, с чем вы можете работать, это по сути два режима. Это полностью ручной режим M, где вы будете задавать выдержку. Вот здесь отображается выдержка. А диафрагму устанавливать вручную на объективе. Либо это приоритет диафрагмы, которым лично я пользуюсь в 100% случаев на этой камере с мануальной оптикой. Я на объективе выставляю значение диафрагмы, навожусь на объект, который мне нужно определенным образом, замеряю свет, все, выдержка будет, в данном случае 1,60, и делаю кадр. И в данном случае экспонометр работает очень точно. Я ему полностью доверяю, и меня он не подставляет. Давайте еще расскажу пару важных моментов, связанных с мануальной оптикой при работе через переходник. Для того, чтобы ваша камера действительно правильно сделала замер, вам нужно диафрагму выставить изначально ту, которая вам нужна. Допустим, я хочу сделать кадр с диафрагмой 2,8. Я делаю портрет, хочу немножко размыть фон. Выставляю 2,8. И если у вас прыгающая диафрагма, вам нужно сделать что-то так. Нет, давайте пока для примера 16 сделаем. Вам нужно сделать что-то, чтобы у вас диафрагма действительно закрылась. На моем Гелиосе, именно на этой версии, Гелиос 44М, есть такая клавиша. Оп. И все, моя диафрагма закрылась. То есть в данном случае экспонометр будет замерять экспозицию через эту диафрагму, и он сделает это правильно. Если у вас этой клавиши нету, и у вас при закрытии диафрагмы здесь, у вас не закрывается она, значит, у вас здесь есть специальная такая штука. Вот он. Вот. Клавиша такая. Ну, почти на всей своей скоптике примерно одинаковая схема. Так вот, здесь есть такая штука, которую, когда нажимаешь, у вас диафрагма закрывается. Так вот, если у вас нет, у вас Гелиос, у которого нет этой кнопки, но есть вот эта штука, то все, что вам нужно сделать, эту фигню туда задавить, и чем-то прижать. Приклеить, не знаю, залить эпоксидкой. В общем, ну, сами придумайте, как это сделать. Есть объективы, у которых просто ручная диафрагма. Вы закрыли ее, она закрылась. Ну, давайте вот так сделаем. Как будто вот так. Она будет у вас работать вот так. То есть тут вам нужно будет проверить, что у вас за объектив, как у нее работает диафрагма. Главный принцип такой. Вы замеряете экспозицию уже с той диафрагмой, которая вам необходима. Вот. Я еще какой фокус делаю? Например, вот лайфхак для тех, у кого такой же будет Гелиос. Я сначала что делаю? Я сначала открываю полностью диафрагму этой клавишей. Навожусь на резкость, потому что при закрытой диафрагме, вы сами знаете, в видоискателе будет темно. Так вот. У меня полностью открыта диафрагма, несмотря на то, что выставлено 16. Просто потому, что я клавишу эту отжал. Я навелся на резкость, потому что так проще сделать. После этого, прежде чем нажать уже, замерить цвет и сделать кадр, я просто кликаю эту клавишу, хоп, у меня закрылась диафрагма, закрылась. И все. Я сначала замеряю и делаю кадр. Все будет очень легко и просто, и главное, точно. Далее, следующие позитивные моменты в процессе эксплуатации. Обратите внимание на пиктограмму батареи. Я ее наблюдаю уже больше года. Отснято уже больше 10 пленок. Снимал на эту тушу не только я. И батарейки даже не собираются садиться. А еще важный момент, вот самый главный какой. Здесь используются батарейки достаточно энергоемкие. Это батарейки CR123. 3 вольта напряжения у каждой батарейки. Здесь их используются две. Это достаточно энергоемкие батарейки. И более того, они к морозу как-то лояльны. У меня эта камера работает и не замерзает даже в минус 30. То есть зимой я не пользуюсь своим Canon E1. Я не пользуюсь Zenith, хотя он зимой тоже работает исправно. Я использую именно эту тушу. Потому что она не замерзает и плевать она хотела на все морозы. Это очень и очень удобно. Она не боится ничего. В принципе, она не сильно боится брызг. Топить ее, конечно, нельзя. Она достаточно крепкая. То есть я ее могу, эту тушу, а еще она так как дешево стоит, ее не жалко. Поэтому я ее беру в самые какие-то лютые условия, когда я постесняюсь взять с собой Canon E1. И мне ее будет не жалко в случае чего. Она не замерзает, она не боится дождя, и чувствуешь себя абсолютно спокойно. В этом плане просто золото. Далее, плюсы сводятся к тому, что уже по мелочам, по функциям. Ну, во-первых, это встроенная вспышка, чего нет у старых там Zenith, у старых Canon, у старых Nikon и так далее. То есть это встроенная вспышка, причем которая сопряжена с экспонометром. Она будет сама подбирать моющность, или будет автоматика сама подбирать нужную выдержку, для того, чтобы не была нормальная экспозиция на кадре. Это удобство выбора ISO ручное. Как вы видите, у меня даже там пленки нету. ISO выбирается. Далее есть еще интересная очень функция здесь. Несмотря на то, что здесь есть контакты для считывания UX-кодов, а в DX-коде закладывается не только информация об чувствительности пленки, но и о длине пленки. То есть сколько в ней кадров, 24, 36 и так далее. Эта камера делает интересную штуку. И очень многие камеры в серии EOS пленочной делают именно так. Вы сюда закладываете пленку, протягиваете кончик сюда. Кстати, здесь ламельный затвор, что тоже немаловажно. Протягиваете кончик сюда до красной метки. В принципе, закрываете крышку и все. Далее происходит интересная штука. Вместо того, чтобы намотать буквально 1-2 оборота, как это обычно делается при зарядке камеры, эта камера проматывает всю пленку на эту сторону. Абсолютно всю, пока пленка не кончится. Делает она это для чего? Для того, что, допустим, вы зарядили сюда пленку уже обрезанную. Допустим, вы зарядили пленку, у которой DX-коды не соответствуют действительности. Вы зарядили обычную, допустим, пленку на 36 кадров, а Canon смог из него вытащить 37 кадров. И он тогда снимет 37. То есть смысл такой. Эта камера замеряет перед съемкой реальную длину пленки. И вы, заряжая сюда 36 кадров, можете получить, ну, в зависимости от производителя пленки, 37-38 кадров. А из 24-х получить 25. Пара лишних кадров никому еще не мешала. Я думаю, что это прикольно. Ну и, соответственно, если вы зарядили пленку, у которой DX-коды не соответствуют действительности, потому что в нее заряжена, камера абсолютно адекватно посчитает реальное количество кадров, и у вас не будет такой ситуации, что там пол пленки останется пустым, потому что камера по DX-коду поняла ее как-то неправильно. С этим тут проблем нет. Очень прикольно реализована мультиэкспозиция. Если на механических камерах нужно делать кадр, взводить, потом проматывать назад, или наоборот проматывать назад, потом взводить, и у вас может разъехаться из-за люфта механики границы кадра, то здесь этой проблемы нет. Вы в любом режиме кликайте Function вот на эту штуку. Сейчас стоит мультиэкспозиция на один кадр. Вы можете сделать два кадра, можете три, четыре, пять, шесть, сколько максимум, интересно? О, максимум до девяти экспозиции на один кадр. И у вас ничто никуда не съедет, потому что камера не будет проматывать вашу пленку. Далее, что еще интересного? Брекетинг. Делает три кадра камера сейчас. Она сделает с шагом в полстопа, плюс-минус полстопа, плюс-минус один, плюс-минус полтора и плюс-минус два. Это очень удобно, если вы попали в какие-то реально сложные световые условия, и вам нужна гарантия результата. Но можно отдать это на откуп автоматики. Вам не придется автоматически, точнее, вручную вводить все эти поправки. Блокировка экспозиции. Навелись на какой-то объект. Допустим, навелся сюда. А здесь у нас другие. А, вот так. Световые условия, да? Допустим, навелся сюда. Зажал. Все, у меня теперь экспозиция не меняется. Все. Поправка экспозиции. С шагом полстопа, плюс-минус два, без проблем. Очень удобно, когда снимаешь зимой или черную кошку. Ну, в общем, классические ситуации, да, для фотографа. Далее, уже менее интересная вещь, это включение и отключение звука. Так он включен, так он выключен. Подавление красных глаз. Но это, я так понимаю, работает только со вспышкой. А, честно говоря, этой функции даже никогда не пользовалось. То есть, тут есть те вещи, которыми вы реально, скорее всего, даже не воспользуетесь. Возможен выбор точек фокусировки. Их три. По центру вы расположены горизонтально. Можете выбирать таким вот образом. Естественно, автоспуск и принудительная смотка пленки. Если это вдруг вам необходимо, нужно выбрать, насколько помню, этот режим и кликнуть на эту клавишу. Тогда автоматически произойдет смотка. Окошко обычное для наблюдения того, что за пленку вы зарядили. Да, достаточно мягкий наглазник. Очень приятный. С ним приятно работать. Но, к сожалению, нет подстройки диоптрии, да, под зрение. Контактная группа, да, горячий башмак для подключения вспышки. Вспышки сюда подходят низковольтные, то есть, современные. Но я сюда подключал и свою на 220 вольт, у которой в пике, по-моему, 240 вольт во время пыха. В принципе, туша нормально пережила. Но, в любом случае, мне ее не жалко. Так что, если тут сгорит горячий башмак, я вообще ни капли не расстроюсь. Тем более, тут есть встроенная вспышка на случай чего. Кстати, по весу сама туша, вот отдельно от объектива, достаточно легкая. За счет того, что это пластик, современный, он хоть и тоненький, но достаточно крепкий, в принципе. Он мало весит. У камеры, естественно, очень удобный хват. Удобнее, чем у старых, там, туш, да, механических. Даже если бы она была тяжелее, было бы все равно удобно за счет вот очень удобного хвата. Так вот, она легче. Она легче, чем любая механическая старая камера, потому что здесь практически механики никакой нет. Внутри, если разобрать, вот эта ручка будет полупустая. Тут только одни батарейки останутся. Здесь все пусто и так далее. Никаких сенсоров, ничего здесь этого нету, да. Много мозгов ей не нужно, потому что здесь нет цифрового сенсора. Таким образом, она очень легкая, с ней можно долго работать и не переживать за то, что там руки устанут или еще что-то. С нижней стороны самый стандартный разъем под штатив, причем он находится по центру, по центру тяжести, поэтому развесовка нормальная, проблем с установкой тяжелых объективов на штатив здесь не возникнет. И самый главный ее плюс, с ней просто очень удобно работать. И вы можете на нее положиться, то есть вы уверены в результате ее работы. Она не обкосячится, она сделает точный замер, у нее никогда не съедет межкадровый промежуток на пленке и так далее, и так далее. Вот из этих мелочей, о которых я только что рассказал, собственно и складывается удобство работы, весь этот позитив от работы с этой камерой. Таким образом, если кратко резюмировать, что вы получаете буквально за пару тысяч рублей, если все эти комплектующие вы возьмете на Авито? Вы получите легкую, надежную, очень точную камеру с массой возможностей. И эти возможности, все эти функции работают на отлично. Что вам еще нужно? Да, конечно она не выглядит так ретро, не так стильно и так далее. Все будут думать, что у вас просто какая-то старая цифровая зеркалка, вы нищеброд и так далее. Все, что ее отличает внешне, только отсутствие экранчика кристаллического. Да кому какое дело? Главный же результат. Таким образом, эта камера заняла в моем арсенале очень твердую позицию, и я не собираюсь ее ни на что пока менять, может быть что-то посовременнее, но и мне ее возможности хватает за глаза. Один из-за того, что хотелось бы какую-то оптику сюда, конечно, поинтереснее. Поэтому, конечно, зениты, феды и прочее, и старые механические камеры, это очень хорошо, но вот этот вариант очень интересен и с финансовой точки зрения, и с точки зрения работы с камерой. Поэтому я вам крайне рекомендую ее к использованию. Если у вас есть какие-то вопросы по камере, оставляйте в комментариях. Пару интересных ссылок я приложу в описании под видео. А вам желаю интересных фотографий. Учитесь, развивайтесь. До новых встреч!